Смотрите, я обратил внимание на следующее. В ютубе, на меня или на других выступающих складывается такое мнение, вот я заметил, среди участников торговли, и те, которые проходят какие-то занятия, ну неважно, со мной, с другими, что вот как-то плохо учат, не так учат, много воды, по существу не говорят, а сказать нечего. Да. Знаете почему? Вот я к подхожу главному. Я вот думал, а в чем вот загвоздка? Да потому что фондовый рынок настолько простой и в то же время настолько сложный, что он каждый, каждый час он разный. Приходят новые идеи, приходят новые люди, приходят новые деньги. На фондовый рынок влияют там военные конфликты, погода, землетрясения, цунами, энергии, солнечная активность, стихийные бедствия, эпидемии. Вы понимаете, все это как? Все складывается. И как вы, а я там работаю там по уровень поддержки и сопротивления. Зашибись, да. И они что-то вот как-то не работают, что-то, вот на объемы смотрю, что-то не то. Вот уровни Боначчо использую, они что-то тоже как-то это там. Вот, трехволновки смотрю, там, голова и плечи смотрю, разворотную фигуру. Вы понимаете, в чем дело? Значит, и вот тут еще одна засада. Дело в том, что все эти модели, все эти модели, они уже там сто лет придуманы, и в какой-то момент, значит, они дают какой-то эффект. Потом, вы понимаете, вы вот приходя на рынок, каждый сам играет за себя. Вы когда вот тут, вы толпа, вы общность, да, вы друзья, вы товарищи, можете выпить, закусить, вот, завеселиться с девчонками. А на рынке у вас отдельный счет, и вы друг друга конкуренты. И как, например, я использую там японские свечи, и я использую японские свечи. Я вот люблю модель харами, и я люблю модель харами. Ну, представьте вот так вот. Значит, на каком-то этапе, когда масса людей начинает использовать какие-то модели, они не работают. Поэтому призываю вас, это самое главное, я забывал всегда сказать, что каждый торговец должен быть индивидуальным. Каждый торговец должен иметь свою торговую стратегию. Свою торговую стратегию. Не мою, не Дениса. Ее нужно вырабатывать годами, десятилетиями. Тогда у вас будет положительный финансовый результат. Если вы будете кого-то копировать, а почему так бывает? Потому что, выходя на рынок, вы немножко боитесь, вы немножко стесняетесь, вы немножко испуганы, особенно начинающие. И в это время вы приходите и начинаете. Куда рынок пойдет? Куда рынок пойдет? А что будет с рынком? Я говорю, рынок будет, наверное, расти. Денис говорит, рынок будет расти. И у вас нет своего мнения. Вы начинаете торговать, как Гаевский и Денис. Это два балла вам. Потому что рынок может развернуться внезапно, а вы не готовы, потому что вам Гаевский и Денис сказали, что рынок будет... Вот это тоже засада, понимаете? Своя торговая стратегия. Все толковые ученики и все торговые трейдеры, которые поднялись на рынки, всегда торговали самостоятельно. Гирли – это знаменитая легенда фондового рынка. Никогда никого ничего не спрашивал. Мишка Гришка, о которых я писал, тоже разработал свою стратегию. Никогда никого ничего не спрашивал. Свои ребята, они сами отработали те приемы, которые стали работать, понимаете? И они зарабатывали серьезные деньги. А когда ты вот такой вот, и там я даже считаю, там в социальных сетях, раньше торговцы моего поколения, первой волны, приходили заработать деньги. А вы приходите, по-моему, развлекаться, у меня такое ощущение. Вот так вот. Есть такое? Вот. Вот разница-то, понимаете? Мы жили за счет этого. Мы, может, они стали миллионерами, но мы как-то там крутились, что-то поднимали какие-то, да, были и удачи, и неудачи. Я вот не соврать ничего скажу, я миллионером не стал. Там меня там спрашивают, ой, когда дед как-то плохенько, там часы нет, не картье этот, как Патек Филиппа нет на руке. А если у меня были, я бы их не одел никогда, да? И машина у меня простая. Но, понимаете, я благодаря рынку купил огромную квартиру себе, я купил дачу, я купил какую-то машинку. Мы с женой объездили полмир. Чего еще надо? То есть, ну, какая-то была такая жизнь какая-то достойная, да? Влетал там, понимаете, поэтому разный бывает успех. Да, есть несколько человек, которые стали миллионером. Гир, например, вот он миллионер, вот это все ребята подтверждать, он говорит, от трех до пяти миллионов долларов. Вот, он не знает, сейчас торгует или нет, и там может другим делом занять. Понимаете, мы приходили за деньгами, мы старались заработать деньги. Так вот, был еще один знаменитый трейдер всех времен, наверное, Вильям Ганн. Он родился в 1878-м и в 1955-м году. Мистический трейдер, так вот, он торговал исключительно не от линии сопротивления и поддержки, не от японских свечей, не от фигур головой и плечи или треугольники, флаги, вымпелы. Он разработал свою систему, модель, цена-время. Значит, идеи у него совершенно колоссальные, они даже мистические. Я, честно вам расскажу, я занимался этим Ганном в свое время. Значит, он использовал метод, значит, уровней Боначчи и астрологию. Астрологию и астрономию. Значит, он смотрел, в какой фазе находится Луна. Он смотрел, в какой фазе находится Марс. Там тоже есть фаза. Венера. Доставание этих вещей, плюс у него еще были какие-то наработки, исторические, географические. Ну, мужик был непростой совершенно. Вот. Вот. И у него где-то в 21-22 году какие-то люди, значит, решили его проверить и устроили ему, значит, показательную торговлю. Он там какую-то комиссию там торговал. Сделал 264 сделки, 286 сделок. Притом за какой-то короткий промежуток. У него между сделками было по 20-30 минут. Ну, наверное, может, несколько дней он там торговал. Значит, из 286 сделок он в плюсе у него было 264. Значит, 10 тысяч процентов прибыли он сделал. На основании, значит. Этот человек совершенно потрясающий. Я еще раз говорю, я им, значит, интересовался, занимался, пытался разобраться. Некоторые вещи мне непонятно, честно скажу. Надо, значит, разбираться. Но вот, понимаете, он дает... Почему я это сейчас рассказываю? Он дает толчок вот нестандартной подходы. Потому что вот эти вот поддержки, сопротивления, все эти RSI, моменты, надоели уже, понимаете? Они уже так отработаны, переработаны, что они уже не работают. Они где-то и работают. И вот Ганн пишет. Почему? Он говорит, потому что на рынке все циклично. Те вещи, которые происходят сегодня, будут повторяться через какой-то промежуток времени. Этот промежуток времени надо поймать. Есть циклы определенные, циклы. Лунные циклы, земные циклы, еще какие-то циклы. И вот Ганн вот отмечал вот эти циклы, потому что он дошел до того же, где в 30-40-е годы, что он с точностью предсказывал, как будет себя вести рынок. Он там, например, говорил, что там где-то в 33-м году. Он сказал, что бычья волна продлится в 33-м году до апреля, до 2-го апреля. Вторая волна, бычья, продлится до августа. Третья будет волна в октябре с 8-го по 15-е. А падение начнется с 10-го по 14-е ноября. Дивергенция. Вы понимаете, как интересно? И все это, самое главное, это не просто было, а просто он попадал в точку. Вот он заметил определенную цикличность, определенный период возникновения на рынке. Это все повторяющееся, которое дает страшный эффект. Поэтому он и зарабатывал такие деньги. Он умер там не бедным человеком. У него там несколько миллионов долларов было. Хотя тогда миллионы долларов были круче, чем сейчас. Ну, по стопы все знаете, да? Стопы можно и в жизни тоже использовать. Вы смотрите, что такое стоп, например. Ну, ухаживаешь за какой-то красивой девушкой, там ухаживаешь, ухаживаешь, она тебе взаимно что-то не отвечает, не отвечает. Нет, чтобы по стоп закрыться и все с ней. И закончить эту фигню. Например, Кутузов в битве при Бородино использовал стоп. Да, как ни странно. У него было 100 тысяч солдат и офицеров, доблестной армии, которые при Бородино встретили гениального французского командующего Наполеона Буанапарта. У него было 110-120 приблизительно. Вот. Произошла кровавая битва, которая продолжалась весь день. Она началась в 5 утра и закончилась поздно вечером. За один день. После битвы, значит, Кутузову, значит, сообщили, что, значит, удержали позицию, что можем завтра продолжать бой. Все такие, посчитать, что... Почему говорят, что вот Бородино, это вроде бы победа наша там. Но когда сообщили потери, внимание, Кутузову, сообщили, 40 тысяч убитых и раненых. Фига себе от 100. Представьте, что это у вас депозит. Я почему говорю... Он сказал, отходим и сдаем Москву. Это был совершенно не патриотический ход в это время. Но он сохранил армию, потому что еще второй бой, значит, уже если 40 тысяч, то уже все. Чем воевать-то? И они ушли, там, значит, где-то засаду устроили. Французы пришли тут грабить, начали. Наши подожгли Москву на всякий случай. Вот, значит, они сидели-сидели. Он ждал, что Александр Первый заключил с ним мир. Кто-то ему показал, значит, от винта. Потому что в Петербурге находились. До Петербурга ему уже сил не было. А зиба начиналась. Все правильно рассчитали. Они начали, двинули отсюда. Двинули по новой дороге. Там, значит, конца Платова-Увара, вот казаки, перекрыли им. Все в стычках было до конца. Вот все время, каждый день атаковали наши. Топ-партизан. А Кунтозов армию не вводил в бой. Он шел параллельно к Курсу и посылал казаков. Особенно ночью. И каких-то добровольцев, какие-то отряды самообороны, каких-то мужиков там с граблями, с вилами. Вот все, как было-то. И они все время наносили урон там. Грубо сейчас скажу. Дел. Вступать в сражение в генеральный, опять после Бородино. Потому что понимал, что это непросто. Вот. И вот как-то сохранил армию и вошли в Париж. Понимаете, вот как вот. Вот по стопу закрыл Бородинское сражение. Хотя вот там все маршалы были. Что вы, Москву сдадим, как же так. А вы понимаете, вот решил бабки сохранить, солдат. Вот он после просадки не заходил в рынок. Не заходил. Не заходил. Только все время казаками и партизанами атаковывал. Одному контракту. Только одним корпусом на Красном, под село Красным и на Березине вступал. Притом они опять не главными силами. Ну вот растребанили всю армию с оружием у Наполеона. Понятно. В стакане появляется крупная заявка против тренда. Сдерживающие цены. В какой момент заявка убирается и цена ускоряется. Что это? Манипуляция рынка или что еще? Ну поняли, да? То есть вот идет рост. Идет рост. Идет рост. Вот идет рост. В стакане, значит, выставляются цены. Ну какая-нибудь там тот же газ. Значит. Тот же газ, допустим. 200 рублей газ. Торговля идет, да? Вдруг на уровне 205 появляется болванка огромная. Там 100 тысяч акций Газпрома продается. Ну это на 20, сколько миллионов? На 20,5 миллиона, да? 25 миллионов. Наверное так, да? 100 тысяч по 200. Это на 20 миллионов. Все ее видят, начинают пугаться. То есть рост замедляется. Там вопрос спрашивает, что это такое? Вообще эта манипуляция? Это скорее всего крупный торговец хочет купить. Хочет купить. Он тормозит этой штукой. А сам тут мелкими валтами подкупает. Понимаете? По 200 устраивает эта цена. А тут стоит 205, например. Понимаете, да? Он тормозит эту. Потому что все видят. О, а там кто-то собирается продавать. Что-то мы не будем там. А тут забирают, забирают. И цена тут бьется, бьется, бьется. Потом раз ее снимается на хоп сразу. И все в шоколаде. Вот этот особенно, который накупил. Вот они могут себе позволить, потому что у них есть большие запасы денег. Это называется что? Интервенция крупного капитала. Эвакуация крупного капитала. То же самое. Начинает вот падать цена, да? Опять та же цена 200, например. Да, 200, да? Вот. И вот тут болванку тоже ставят. На 195 уже рубля. Опять там 100 тысяч. А то могут 300 тысяч поставить там, да? И все, цена падает. Вот тут бьется, бьется. Значит, эвакуация крупной продает в это время. Со страшной силой. Уходит. Уходит с рынка. Вот. Потом раз ее снялся на РАП и 180. Как заставлять ее закрывать обычную позицию? Ну, не могут заставить у нас закрывать обычную позицию. Сидят. Так просто. Против него идет. Это как раз. Вот я мгновенно застроил обычную. Практически. Но это вырабатывается годами, наверное, как-то. Как это жить? Торговля на рынке – это определенная, как же сказать, судьба, что ли. Это характер. Характер, да. Потому что с годами-то он вырабатывается. Как закрывать обычную позицию? Как его закрывать? Не могут закрывать обычную позицию? Ну, не знаю. По рукам им бить надо. Ну, мы бьем уже. Вот шеф для дилинга для этого создан. Надене линейку. Клюшка. Клюшка есть для гольфа. Линейку железную такую завести. Как в школе, помнишь, там? В старших классах. Линейка по рукам. Бахтер со страшной силой. Так. Тут, значит, какие книги, значит, какие книги вы любите читать? Значит, смотрите, значит, какие книги. Значит, Ливермор. Воспоминания биржевого спекулянта. Вы должны эту книгу иметь дома. Она должна быть у вас дома, прямо на первой позиции, на первой линии. Всегда под рукой. Там эту книгу можно с любой графы читать и открывать. И всегда там есть полезный материал. Всегда. Там есть классная глава, когда он разорился и как он поднялся. Потому что я уже говорил мне на одном занятии, что упасть может каждый. Но подняться, как Ливерморт, не каждый может. И вот там ценные есть моменты. Но как он выходил же из этой... Ну, это самый тяжелый момент вообще в жизни. Дальше, значит, Кровь и под Дэйтрейдер. Вот это вот, Луис Барселин. Тоже хорошая книга. Джон Мерфи, технический анализ. Хорошая книга. Ее надо иметь. Ниссон, японские свечи. Сейчас вышел Ниссон уже второй или третий том, да, какие-то там. Вот. Дальше, значит, Элдора можете тоже посмотреть. Он не противный. Дальше. И дальше обращаясь ко всем к вам. Я как начинающий писатель. Я начинающий писатель. Написал несколько книг. Можете меня почитать. Спасибо. Да. Значит, найдите меня... Я сегодня разместил свою первую книгу. В Литрессе. В электронном виде. Вот Оля мне помогла. Мы тут вот сидели. Вот. Ну, найдете меня там. Там Гаевский. Называется «Случай из жизни трейдера». 440 знаков. Книга неплохая. Денис его читал. Она у меня есть в бумажном виде. Но очень... Когда в бумажном виде, очень много денег просят эти печатные издания. От 40 до 50 тысяч идет за книгами. Поэтому я решил в электронном виде. Поэтому денег каких-то я там прошу. Ну, увидите. Я не озвучиваю. Она не очень страшная цифра. Вот. Притом из этих денег у меня только будет там одна треть. Еще мне. Потому что издательство берет опять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова